Ломать не строить. Сегодня в окружной столице большое внимание уделяется благоустройству зелёных зон. Пешеходные дорожки, скамейки и детские площадки. Не дремлют и вандалы. Например, в парковой зоне в районе Захребётной Курьи власти посёлка Искателей вынуждены менять фонарные плафоны и сломанные конструкции. Екатерина Дементьева продолжит. Островок тишины и природы в районе Захребётной Курьи жители микрорайона облюбовали уже давно. А несколько лет назад здесь обустроили парковую зону. Одна беда – каждую весну при подъёме воды участки пешеходной дорожки подтапливает. Она сделана по тому ландшафту, по которому он когда-то природный был. Если поднять его, чтобы он был незатопляемый, поднять до уровня дороги, это отметка где-то 6,70, незатопляемая зона, то всю эту территорию нужно засыпать. То есть её поднять на 2 метра. И мы получим лес этот вырубить, засыпать и разместить такие элементы. Поэтому он теряет свою значимость. Поэтому было принято решение, конечно, не мной, а раньше, но я считаю, что она правильная. В 2019 году после паводка подрядчик переложил и укрепил подтопляемые участки дорожек. Однако на смену природному разрушителю пришли разрушители из числа местных жителей. Недавно эта скамейка выглядела вполне обычно. Но кто-то решил, что здесь она лишняя, выдернул с корнем и выбросил в курью. Скамейку вернули обратно и забетонировали. Но юные дизайнеры решили, что выглядеть так она будет лучше. Причём систематически разрушают не только скамейки, но и фонари. И с года в год вандалы бьют красивые круглые плафоны. Портят и новую площадку для воркаута. Место для тренировок молодёжи. В связи с этим в администрации посёлка Искателей пошли на крайние меры. Установили дополнительные опоры. Тащим сюда дополнительное освещение. Смонтируем это всё. Поставим уже камеры видеонаблюдения. Если им там нравится быть подведенным наблюдением, пожалуйста, сделаем, конечно. В любое время года в парковой зоне можно встретить людей всех возрастов. Кого-то тянет сюда тишина и природа, а кого-то – укромное место для того, чтобы заниматься порчей объектов общего пользования. Для последних напоминаем – вандализм – уголовно наказуемое деяние. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север.